С новолетием Валса Рождеством, со святками, светлыми праздничными днями. Но, к сожалению, этот год мы начали в условиях большой войны. Уже не раз обращались к стране, для победы надо минимум решить три задачи. Максимально мобилизовать все ресурсы, сплотить общество и обеспечить прорыв в новейших технологиях. Для этого у страны есть все необходимое. Надо помнить, что в любой войне исход определяют ресурсы. Вот 4 января исполнилось 80 лет, как журнал «Американский тайм» присвоил Сталину звание «Человек года». Еще почти месяц мы сражались под Сталинградом, но американцы уже понимали, что мы победим. И советская страна, по сути дела, переломила ход войны в свою пользу. Поэтому и поспешили признать Сталина «Человеком года». Поняли, что Советский Союз победит в одиночку. После этого заняли более конструктивную позицию, складывая свои потенциалы. Да, Сталин увидел, что фашистская Германия подмяла под себя всю Европу, объединила под свои знамена почти 300 миллионов человек, все железо, все порты, все самолеты, все орудия Европы. Он прекрасно понимал, что надо складывать потенциалы. И тогда убедил и американцев, и англичан войти в союз нас. Все сделал для того, чтобы нейтрализовать Японию и не пустить Турцию, введя 40-тысячную армию в Иран, обезопасив тем самым Баку. Я считаю, что сегодня для нас наступает тоже момент истины. Мы должны прекрасно понимать, что против нас воюет сегодня все НАТО. Это 40 стран, это почти миллиард населения, это гигантский финансово-экономический научный ресурс. И если мы будем медлить на фронте, то впереди через несколько месяцев их огромный военно-промышленный комплект станет поставлять самое современное оружие на украинский фронт борьбы. Мы на Украине воюем с НАТОвцами, и это прекрасно понимает сегодня Верховный главнокомандующий Путин. Поэтому с первого дня в заседание Государственной Думы мы будем вносить предложения, которые максимально сплотят обществе, обеспечат нам уверенную победу. Но для обеспечения победы надо тоже формировать широкий фронт. И в этом отношении наше тесное взаимодействие с Китаем, Индией, Вьетнамом, ЮАР, Бразилией будет играть определяющую роль, потому что нам надо тоже иметь тот потенциал противостояния НАТОвцам и агрессии, которые обеспечивают такого рода победы. В этом отношении партия начала со встречи в китайском посольстве, куда было приглашено около тысячи человек. Выступил посол с прекрасной программной речью после 20-го съезда Компартии Китая, где прямо сказал, мы будем максимально сплачивать свои усилия для победы и формирования демократичного, прочного и достойного мира. К слову сказать, и президент Путин начинал прошлый год со встречи с Сидиньпинем в ходе олимпийских игр, которые проходили в Пекине, и завершил год прямым репортажем, прямой встречи с Сидиньпинем в ходе телевизионного обмена, который прошел 30 декабря. Для нашей партии укрепление БРИКС и ШОС, в том числе по линии коммунистических партий, играет огромную роль. И мы в этом отношении будем вкладывать свой большой интернациональный долг в нашу победу. Победа куется прежде всего силами внутренних научных и технических кадров. В этом отношении мы уже предлагали Единой России реальный план вывода страны из кризиса. Три программы. Программа научно-техническое образование для всех, программа аграрное устойчивое развитие села и новая целина, и программа, связанная с кадровой подготовкой специалистов самого широкого круга на базе наших народных предприятий. Сегодня я обязан вас проинформировать, что по итогам прошлого года наши народные предприятия совхоз Ленина, Грудинина, Казанкова, Звениговская, Мариэлл и Усолье и Сибирской в Иркутской области стали лучшими предприятиями. Нам удалось отбить совхоз Ленина от той шайки, которая наваливалась на него, хотя мы не получили официального ответа от генерального прокурора. К ним обратился коллектив и все леопатриотические силы. Но та шайка, которую сколотили под видом администрации, она потерпела поражение. Президент дал прямое указание, и это указание сегодня выполняется. Но уже в том Доме культуры, который захватили эти наглецы, мы провели ремонт и приняли 12 кружков детей, которые занимаются там бесплатно. Для нас это вопрос исключительной важности. Но хочу сегодня похвалить, вот рядом Казанков стоит, который возглавляет вместе с отцом знаменитое предприятие Звениговское. Оно произвело продукции больше, чем военный завод, на 25 миллиардов. Миллиард 300 миллионов одних налогов заплатили. Зарплата средняя выше 50 тысяч. Полный социальный пакет и уникальный опыт дружбы и товарищества, которые вместе организовали на гостеприимной татарской земле в ходе праздника Уяв. Мы считаем, что информационно-пропагандистская работа должна быть направлена прежде всего на победный успех и в области производства. Исполняется ровно три года, как пришло к власти правительства Мишустин. Мы считаем, что его отчет надо ускорить, не откладывать до апреля-мая месяца, провести его в феврале, в силу того, что, к сожалению, показатели экономики страны не соответствуют тем вызовам, которые реально происходят. Да, можно гордиться тем, что устояли и устояли. Да, можно говорить, что 12% инфлякция невысокая могла быть хуже. Хотя, если посмотрите 20-ку стран, мы там в самом низу на последнем месте. Да, коммуналка вроде работает, несмотря на морозы, но коммунальные тарифы выросли на 13%. Да, вроде проявляем дополнительную заботу о детях, но рождаемость сократилась на 11%. Да, мы все делаем для того, чтобы поддержать айтишников и талантливых людей. Но те, кто побежал за кордон, это прежде всего воспитанники той школы, которой нам навязали Фурсинки и Ливановы. Здесь надо коренным образом менять систему подготовки кадров. И в этом отношении наша программа готова полностью. Еще раз хочу вам представить итог работы, посвященной 100-летию образования СССР. Мы вместе с своими союзниками и друзьями, 56 организаций левопатриотического толка, весь прошлый год провели под флагом 100-летия образования СССР. Советская Россия выпустила этот уникальный альбом. Это документы всей эпохи, очевидцы, герои, подвижники. Здесь есть и предатели, которые предали власовцы в 90-е годы страну. Здесь это документ, который ляжет на стол каждому руководителю страны, губернатору, и которым все должны пользоваться. Они отсюда сделают далеко идущий вывод. Советская страна показала за 30 лет самые высокие темпы развития экономики в мире, почти 15%. Китайцы за 30 лет продемонстрировали темпы выше 10%. Но за последние 30 лет, если построить, наш ВВП вырос только на 30%. 1% в год. Мир развивался и увеличил ВВП в 2,5 раза. Китай увеличил в 14,5 раз под руководством Компартии, руководствуясь марксизмом и ленинизмом, строя социалистский китайский специфик. Вот пример и образец, который должно обсудить наше правительство и принять на вооружение принципиально иной подход. Уже сбежали чубайцы. Уже Гайдаровский форум не проводится. Он всегда в январе проводил. Все правительство там сидело в полном составе. Уже они поняли, что этот вариант для страны губителен и смертелен. Вот реальная программа, исторический документ, который позволит и осмыслить, и повернуться к лицам нашей программе. Наша программа абсолютно созидательна. Она конструктивна. Она подтвердила себя в народных предприятиях. Мы в этом году проведем у меня на Орловщине третий экономический форум, где после обсуждения с научными кругами сделаем все для того, чтобы все лучшее, что есть в стране, реализовать на практике. Сегодня меня порадовал знаменитый Кировский завод. Выпустил 4 с лишним тысячи тракторов. Еще недавно ничего не делали. Полная локализация. Своё изделие лучшего качества. Активно работает в этом направлении Ростельмаш. Активно трудятся наши товарищи и Кашин, и Коломейцев, и Харитонов. Мы подготовили программу поддержки машиностроительного производства. К сожалению, правительство не отреагировало должным образом. Мы настаиваем на его досрочном отчете и на том, чтобы был проведен всероссийский семинар об опыте народных предприятий. Наша команда готова реализовать эту программу. Бюджет развития 45 триллионов сверстен. Материалы под него 12 законов готовы. Они будут внесены немедленно в Государственную Думу для рассмотрения на очередной сессии. Желаем вам успехов!